С учетом тех недоработок, о которых мне рассказал сын. Я вот как-то в моменте там не понял, что произошло. Никто не работал, так что мы берем кредит на 300 тысяч и открываем его. Хочется выпивать свободное от всего. Бесплатная еда. Люди добрые, открытые. В бассейне у меня украли телефон. А как на меня посмотрят и что про меня подумают? Потом через неделю вернули. Да ты говоришь, что ты из России, а где-то я был с Африкой. Да, примерно так. Друзья, еще можно играть в школе Майнкрафт. Поэтому выбрали Латинскую Америку. Я только за. Вообще это мечта с детства. В следующий год мы в третьей стране, более 40 клубов. То есть растем и развиваемся. А сын, то есть можно сказать, что он меня исподлик. С уменьшением и отрицанием того, что мы сейчас имеем. Сегодня мы в гостях у Семена и его семьи. Семен, пожалуйста, представь всех. И каждый, пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут? И что-то о себе, если хотите добавить. Да, я привет. Всем привет. Меня зовут Семен. Моя супруга Наталья вспыхлывается в всей моей жизни. Уже больше половины. Вот. Это мой старший сын Ростислав и младший сын Сеслав. Сейчас идем в гости во второй центр клуб робототехники, который находится в микроцентре. Всем привет. Сегодня, поистине, мне кажется, уникальный выпуск, потому что этот выпуск я провожу с Семеном и его семьей. Почему он уникальный? Потому что мы с Семеном родом с одного места. Село Дубовское Ростовской области. Это очень далеко отсюда. И как сложилась судьба, что мы сегодня вместе здесь, в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Очень рада тебя приветствовать, Семен, на этом интервью. Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Анечка, спасибо огромное. Я тоже очень рад встретить тебя здесь, на другом конце планеты, с такого маленького-маленького села нашей Родины. Сейчас мы находимся в одном из филиалов моего международного клуба робототехники и программирования «Кибертрон» в Аргентине. То есть это первый филиал, который здесь открылся. Крутим. И какой цвет у нас выпадает? Зеленый. И зеленый цвет. Посмотрим. А это и питомец. Вспомните, питомец у тебя нет. У нас подарков? Угу, подарков? Ребят, расскажите, пожалуйста, как вы давно в Аргентине, и как вы выбрали эту страну? Почему пал выбор именно на эту страну? Потому что пал, наверное, выбор минус меня. Я начал выбирать. То есть мы были в Грузии. То есть прожили год в Грузии. Понравилось нам Грузия. Ну, чего плохого сказать не можем. Отличная страна, добрая, люди хорошие. То есть, но она маленькая. Вот. И побыв там буквально месяца два-три, мы уже пришли к тому, что надо куда-то двигаться, надо пробовать, надо ехать дальше. Тем более, я всегда задумывался о том, что если ты где-то находишься, то должно быть все не просто так, а ты к чему-то другому. Не видел смысл я платить за квартиру. То есть те же самые деньги примерно, что и здесь, и ничего не приближать. То есть, ну, получается просто пустую, потому что в получении гражданства очень долгое знание языка грузинского вряд ли тебе где-то вообще поможет. Только кроме Грузии. Вот. Поэтому выбрали в Латинскую Америку. И мечта всей моей жизни – это панамерикана, она находится здесь. То есть, скажем так, я давно не мечтал. Соответственно, был выбор Чили, либо Аргентина. Вы приняли решение, что вы сюда приезжаете? Или как это было? Нет, я никогда решение сам не принимаю. Конечно, мы это все обсудили на семейном совете. Но чаще всего семейный совет был «за». Такое решение. Вот. Потому что он обосновался. Еще раз повторюсь, что Чили нам нравится. Мы бы хотели туда поехать. И мы точно туда поедем. Но именно жить. В Грузии нас трикануло, когда было землетрясение в Турции. Мы все равно это ощутили. И мы поняли, что мы не хотели бы жить там, где здесь весьма активная зона. Но Чили как раз находится на соединении двух летосферных видов. Поэтому обсудили. Все были «за». Вы же. Наташа, а ты что думала о Латинской Америке? Вообще, какие у тебя были первые мысли, когда ты поняла, что вы будете жить здесь, в Уиннес-Айресе, в Аргентине? Я только «за». Вообще, это мечта с детства. Жить где-то в Южной, Северной Америке. В общем, где-нибудь на других материках. Ребят, тогда ваше мнение. Вообще, что вы думали, когда... Ваши первые эмоции, реакции, когда вы узнали, что вы приезжаете в Латинскую Америку? Вообще, какие мысли были? Было и грустно, и радостно от того, что мы поедем в Америку. Я все фильмы американские много смотрел. Постоянно Америку, в общем, хотелось посетить. Разные города, страны здесь. Очень большое желание. Но грустно из-за того, что уезжаем надолго, далеко от родственников, от друзей. Это было, не знаю, печально немного. Понимаю, понимаю. Ну, на первый вопрос папа не ответил. Четыре месяца мы здесь. Спасибо. И когда я узнала, что мы едем в Латинскую Америку, я подумала, что там будет прям красиво. Я, ну, не думала, что здесь будет так много зданий высоких. Я думала, там где-то снизу, там маленькие, а потом только уже вырастают, к центру. Тут оказывается совсем по-другому. Ну, и не думала, что похожи дороги где-то на Россию. Нам друзья просто рассказывали, то, что там за трассой начинается щебенка. Ну, как в России. Класс, класс, класс. Спасибо тебе большое. В общем, вы, получается, четыре месяца здесь, в Аргентине. Поделитесь, что было самым сложным в адаптации. Может быть, вы еще находитесь сейчас в адаптации. Поделитесь вашим опытом, как вы начали здесь, в Аргентине, и с какими сложностями столкнулись во время адаптации. Ну, как таковой адаптации, скажем так, не было. Наверное, только адаптация в то, что все-таки день и ночь, ну, и шесть часов праздницы, все равно это единственное, что было. Потому что просыпаешься рано, и все, уже усынуть не можешь. Это единственное. В течение дня, в принципе, ты себя чувствуешь нормально. Единственное, у меня, если я не пью воду, то есть в течение дня, в первой половине, а это тяжело, потому что, ну, в России уже совершенно другое время, вот, то где-то в час-два дня все. То есть у меня батарейка садилась, я уже начинал уставать, то есть прям очень тяжело было. Это вот, ну, наверное, да, первой недели две, может быть, даже три. То есть потом все, потом уже гораздо проще пошло, и как таковой адаптации. А как же язык, другая страна, другие правила? С какими сложностями вы столкнулись, с какими челленджами? Даша. Ну, слава богу, появился у нас в телефоне переводчик, который говоришь по-русски, он тебе сразу translate, да, переводит на испанский. И, ну, то есть сложностей как таковых нет. То есть здесь очень мне нравятся местные люди, они ждут, когда ты им объяснишь фразу какую-либо ты хотел, и они дают тебе время и возможность, чтобы догадаться, что ты имеешь в виду. То есть в речевом барьере, как таковой, сложностей нет. Если ты есть желание, чтобы тебя услышали, то они дают шанс быть услышанными. Так, ну, в общем, получается, Семен, Наташа, вы сказали, что у вас никаких сложностей в адаптации не было. Хорошо, ребят, тогда расскажите всю правду. Как это на самом деле? Самым сложным было привыкнуть, что люди добрые, открытые, позитивные. Говоришь, у меня аж мурашки бегут. Это, наверное, самое сложное было. Но к хорошему быстро привыкаешь, поэтому уже гораздо легче открыто разговаривать с людьми. Был ли какой-то языковой барьер и сложно, если может быть страшно, общаться на новом языке? Я лучше всех в семье, как, не знаю, английский. Да, хорошо, мы определили, кто лучше всех. Английский мне очень помог с этим, потому что, конечно, без английского я бы тут с ума сошел, наверное. Есть, Россия. Да, я помню. Ну, я... Мне было сложно, когда мы только приехали, и шесть часов разница. У меня, скорее всего, я когда болел в самолете, у меня это отразилось. Я как-то до одиннадцати поспалась спокойно, и у меня все нормально. А в школе мне было тяжело разговаривать с ребятами из-за того, что они меня не понимали. Я с ними иногда не понимали друг друга. Учителя здесь классные, прикольные, хотят тебя понять. Сложность была, ну, у меня не было, у родителей было то, что они не понимали ценники. А я как первый пошел в школу, то есть они у меня постоянно спрашивали, как вот эта цена, что это, как это. В общем, нам родители, правда, не договорились. Все-таки сложности были, ценники не понимали. Он только спрашивает, да, что у нас. Он очень быстро сплотил основу испанского, то есть вопросы основные, и уловил именно суть. То есть мы стараемся медленно, чтобы нам говорили, то есть а он сразу быстро говорит, и он понимает уже, что говорят, то есть его смог перевести. Потому что когда мы начинали спрашивать повторно, то есть медленно начинают уже агентинцы говорить, потому что понимают, что ты не местный, вот, тогда уже что-то ты дослышишь. То есть он быстро начал логивать для там вопросов. То есть Слав английском нам помог, со Слав испанском. В общем, да, спасибо им, спасибо детям. Так, ребят, ну, коль заявлены знания в испанском, английском, давай от тебя несколько слов на английском фраз, там, все, что хочешь, можешь представить, все рассказать, и потом на испанском. Hello, my name is Vestislav Shabana. You live in Argentina, más o menos, más o menos, 4 meses. Это здесь называется спанглиш. Спанглиш. Это мы уже тоже дослушали. Кстати, в последнее время очень тяжело разговаривать на чистом английском, на автомате как-то переключается на испанский, Друзья говорят, что в последнее время это очень тяжело говорить только английском, и я начинал говорить спанглиш, англиш, и все. Я говорю с Камилой тоже, спанглиш, спанглиш. Окей, let's go. Меня зовут Всеслав Шабанов. Я студиарь из Клоэна, септима грамма. Это что ты сказала? Это что я русское, да? Привет, меня зовут Всеслав, и я хожу в школу в 7 класс. Класс, класс. Мне очень нравится. Я учусь, я вообще не знаю, он сейчас. Мне, аниос, тонце, аня. Досце, аниос. Это значит аниос? Аниос. Парфект. Лаконайте. Семя, расскажи, пожалуйста, про свои центры, чему вы здесь обучаете детей. В наших центрах мы обучаем детей робототехнике, программированию, моделированию, автомобильному спорту. То есть, в принципе, направлений очень много, и они развиваются у нас горизонтально и вертикально, ежегодно что-то подновляется, электротехника в одну, то есть это тоже одно из основ для того, чтобы дальше мы уже перешли именно к робототехнике. Потому что изначально все равно это идет моделирование на лего наборах, то есть для детей, потому что вот 5 лет они уже начинают заниматься, они начинают все равно изучать коронные шестеренки, передачи какие бывают, механизмы какие образуют между собой определенные детали. И в дальнейшем, конечно, то есть когда мы изучили уже программирование блочное, что мультикл создается не просто так, а именно частями, блоками, каждая команда что-то значит. Изучаем электротехнику, то есть как идет ток, что вообще такое ток, изучаем робототехнику, какие детали, тогда, конечно, мы уже переходим к робототехнике, как таковой, то есть к Ардуино, потому что дети могли понимать, что такое схема, какие компоненты нужны, для того, чтобы что-то двигается. Фантастично. Я, если честно, об этом очень мало что понимаю, то, что дети с пяти лет уже могут этому обучаться, это вообще космос. А расскажи, пожалуйста, а кому подходит это? Это все-таки больше для мальчиков, для девочек. Как у вас здесь на практике? Конечно, то есть в первую очередь больше для ребят, то есть для мальчиков, как мы начинали изначально, но в процессе, то есть начинали мы в России это все, то есть и там сейчас работают наши клубы, то есть изначально вообще было 30% где-то девчонок нам ходило, остальные, конечно, ребята. То есть сейчас мы добавили такие направления, как 3D-моделирование, гейм-дизайн, веб-дизайн, то есть графическое иллюстрирование, то есть нам, конечно, девчонок сейчас тоже очень много, но и много девочек прибавилось и на робототехнике. Еще раз повторюсь, потому что это все-таки в конечном итоге это симбиоз всех направлений, и девчонок сейчас, ну по крайней мере, в Аргентине у нас 50 на 50 уже, то есть есть часы, то есть прям полностью только девчонки. Ваня, что ты тут делаешь? Я делаю лидеротехника Амангас. Что такое Амангас? Я не знаю. Ну, есть такая лео, продаются футурки иногда. А тебе нравится робототехника? Да, мне нравится. А чем тебе нравится? Мне нравится эта штука. Да, у нас дома тоже есть лего, только тут, мне кажется, есть много деталей, как здесь. Здесь их намного больше. Тем более, получается интересный, как можно им убирать. Управлять им. А как сейчас организован процесс? Ты здесь смотришь, как нужно все собрать, да? Да, тут написано в углу, сколько, какие детали нужны и сколько. Это набор новый, я им первый раз занимаюсь, но тут по леточкам вышла в боках, нарисованы детали, которые тут могут быть. Я их глазами быстро ищу, так. И как долго ты собираешь обычно? Ну, на первом уровне я собирала по три или по четыре, по строгие деньги. Ага. Теперь они пошли сложнее, я чуть-чуть... Чуть дольше, да? Ну, наверное, интереснее, если сложнее уровень, да? Ну, да. А расскажи, пожалуйста, вообще, как появилась эта идея, что ты хочешь в этом направлении, в это образование для детей, начать свой бизнес? Какая была предыстория? История долгая. Так. Постараюсь вкратце ее изложить. То есть, идея эта появилась еще, когда только появилась робототехника, в принципе, это было 7 лет назад. То есть, у меня начал ходить мой младший сын, сейчас ему 16 исполнилось. То есть, получается, да, 7 лет назад ему было 8. То есть, мы начали... Старший сын. Старший сын. Мы начали искать робототехнику. То есть, в Ростове на тот момент, где мы жили, было всего 3 клуба. Вот мы нашли, возили из Батайска в Ростов. То есть, 1 раз в неделю стоило, это тоже дорого. Но из-за того, что он очень нравился ребенку, и чтобы это действительно знания были, конечно, что не сделаешь. Вот. Он проходил буквально полгода, и потом сказал, что ему не нравится. У нас с сыном доверительное отношение, это с самого детства зародилось. Мы всегда обсуждаем, почему, из-за чего, причины. Вот. Он сказал, что нас очень много на занятиях, то есть, на один набор, по 3-4 человека, соответственно, и в классе человек 10-12, то есть, учитель не ко всем успевает подойти, объяснить, то есть, соответственно, мы не успеваем либо собрать, либо запрограммировать. То есть, ну, скажем так, поставили бизнес на поток, вот, и меньше стали обращать внимание на детали. Вот. Соответственно, к тому моменту я претерпевал изменения своего кардинальной, потому что я очень долго работал в найме на разных должностях, начиная с менеджера, заканчивая и исполнительным директором в компании, ДНС, в девочке, в юморке. И, в принципе, во всех компаниях переживал тот момент, что чем выше должность, тем больше спрос, тем меньше ты проводишь времени с семьей, больше ответственность, благодарности как таковой, нигде ты особо не дождешься, что бы ты ни делал для компании, а вот если ты ошибся один раз, то все сразу стирается и ты, соответственно, плохой. Вот. К тому моменту это была компания «Ритмар», которая уже объявила о своем, скажем так, банкротстве и закрывалась по чуть-чуть. И вернемся к тому, что сын сказал, что он здесь не может. И я нахожусь без работы. Соответственно, я на тот момент уже работал два года фитнес-тренером, я отучился, массажистом я отучился, да, то есть, ну, пытался обойти и именно работать на себя. Но понимал, что это тоже не мое, не нравится, должно именно нравиться. По образованию я инженер, учился я военном институте. Мы это все пробовали, именно спасибо огромному этому институту, это Ростовский военный институт, его стратегического назначения, то есть, все эти приборы мы делали сами, паяльник я видел на картинках, а вживую. Мы паяли, мы делали, мы изучали схемы. Огромное спасибо всем преподавателям, то есть, я понимал, что здесь я бы хотел. Тем более, мне очень нравится еще с детьми работать. Я и сам было время, когда сидел с ребенком у супруга работать, вышел я полгода сидел с сыном, то есть, мы на площадку вместе ходили, скажем так, усатая няня была там, для мамы, потому что деткам интересно, везде мама, тут папа. Они всегда могли принять. Да, и вот, соответственно, что мы, когда совершенно сложно, когда уже нет особого выбора, да, семья состоит из четырех человек, на тот момент супруга, она всегда искала, себя, то есть, сейчас, слава богу, нашла, вот, то есть, у нее идет прекрасное развитие, но на тот момент еще была в поисках, еще и детки были маленькие, вот, и, соответственно, никто не работал, то есть, зарабатывать нужно, ну, что, мы берем кредит на 300 тысяч и открываем дело, ну, никто не говорил, что надо, давайте, пробуйте все открывали, но получилось, то есть, я думал, что это будет один клуб, будет маленький, небольшой, в нашем городе Тартайске, но вот, как показала практика, прошло пять лет, идет шестой год, мы в третьей стране, более сорока клубов, то есть, растем и развиваемся, с учетом тех недоработок, о которых мне рассказал сын, то есть, можно сказать, что он у меня исполит, с решением и открытием, то есть, того, что мы сейчас имеем. Спасибо, что поделился, вообще, очень восхищает эта история, путь, с чего начался вот бизнес, скажи, пожалуйста, что бы ты мог посоветовать ребятам, которые только хотят уйти с найма, и начать свое дело, может быть, там, пару советов, потому что, сама по себе знаю, когда ты уходишь с найма, это прям такой отважный шаг в неизвестность, вот что, может, советы такие, практически, допустимые слова? Да, все эти слова, в принципе, уже давно сказаны, они уже давно есть, больше всего мне нравятся фразы Эйнштейна и Стив Джобса, то есть, в принципе, они буквально одинаковые, я не буду дословно их говорить, потому что не помню, но точно помню, что посыл у них будет такой, что, когда ты пытаешься что-то создать или что-то сделать, из ста процентов, только один процент тебя поддержит, и помни, что этот один процент только ты сам, все, то есть, не надейтесь, что родные вам будут говорить, да, вперед, пробуй, дерзай, нет, не из-за того, что они не хотят вам добра, я просто тоже через это прошел, а из-за того, что они переживают, то есть, мы по молодости делали много ошибок, и, конечно, родители переживают, они волнуются, тем более для многих, это что-то новое, потому что время проходит, и когда я сказал, что буду открывать робототехнику, ну, это никому ни о чем не говорили, конечно, родители переживали, они не поддержали, то есть, ни брат, никто, в принципе, ни друзья не поддержали, то есть, все говорили о конкуренции, все говорили о том, что кредит, и о том, что, соответственно, не получится, и, ну, что это такое, там, с чего-то начинать, но, если вы делаете это с ушой, если вы делаете это для кого-то, и вы хотите это сделать, оставить что-то после себя, дать что-то кому-то, тогда это получится, если вы это делаете ради денег, и не получится у нас ничего. Абсолютно с тобой согласна, про конкуренцию, мне кажется, в любом, там, алого океане с конкурентами, если ты делаешь бизнес с душой, ты можешь побороться за свое место в этой нише. Слушай, а очень такой, меня интересующий вопрос, почему эти направления сейчас настолько популярны, и, ну, твой совет, почему детям нужно это изучать, ну, твое видение непосредственно с полем. Это снова большая идея, большая, большое, ну, можно куда углубиться здесь, то есть, у меня всегда была еще мысль, она остается, я ее вынашиваю, это написание кандидатской, то есть, и есть определенная тема, я ее озвучивать не буду, я на нее напишу ее обязательно, она не касается образования, она касается больше психологии, и чуть-чуть я ее затрону, наверное, кто захочет, тот поймет, проблема в том, что сейчас нет сильных специалистов, которые умеют что-то делать своими руками, то есть, ну, давайте вспомним, я вспомню мое время, да, Аня, наверное, уже не застала его, чуть похоже, но я помню прекрасно мое детство, когда не было компьютеров, не было телефонов, то есть, все пацаны, они находились в гаражах, мы собирали, разбирали велосипеды, мы могли собрать мопед, то есть, из там трех неработающих мопедов, то есть, это даже не компьютер собрать, а мопед, то есть, который потом завел и поехал, мы знали, какие шестеренки, какие цепи, как это сделать, сейчас проблема в том, что встречаешь на площадке ребенка, у которого цепь велосипеда слетела, обыкновенного, даже не гоночного, там, где шестеренки, там, да, и какие-то могут сложности возникнуть, а он не может ее натянуть, то есть, проблема в том, что пацаны, будущие мужчины, будущие защитники своей семьи, будущие, те, кто может сам сделать, там, ремонт в доме, там, лампочки, крутить, еще что-то, они не умеют этого делать, то есть, сейчас, многие женщины жалуются о том, что не осталось сильных мужчин, но проблема как раз в том, что нет воспитания этих сильных мужчин, начиная с такого возраста, и вот здесь, как раз, мы направляем именно на это. Многие могут тебе сейчас сказать о том, что, ну как же, современные технологии, AI, которые заменят, и будут все это делать, собственно, можно этому не учиться, вот что ты думаешь об этом? Да, конечно, искусственный интеллект, это классная штука, это обалденная штука, но давайте так, то есть, человек развивается только тогда, когда он движется, мы родились в движении, и, соответственно, мы умираем только тогда, когда перестаем двигаться, если хоть, тоже эта фраза из одной прекрасной книги, если никому не нужны, там, твои ноги, твоя голова, но если нужна хотя бы одна рука кому-то, то ради этого стоит жить, если ты можешь даже этой одной рукой кому-то принести, благое дело, то есть, соответственно, все-таки, человеческий фактор никто не исключает, и человеческий ум никто не исключает, искусственный интеллект, все равно это безэмоциональный, запрограммированный алгоритм, который работает, пытаются ему сделать эмоции, все остальное, но давайте возьмем так, брошенный мяч любой, который летит, человек может повернуться их поймать, нет еще роботизированной, рутиной искусственного интеллекта, который это сделает, и теперь представьте, какой процесс происходит в голове человека, чтобы это сделать, потому что мы роботов делают по нашему образцу, теперь давайте мы задумаемся, только на секунду о том, насколько изучен вообще человек, то есть, в этой области, он изучен меньше даже, чем океан, потому что океан изучен не меньше, не больше, чем на 10%, то есть, нам есть вот что изучать, мы уже изучили там космос, материи там и все остальное, но мы до сих пор не можем понять, откуда взялся человек, и куда он денется, вообще денется ли когда-либо. На самом деле, я честно восторгаюсь, то, что вы делаете для детей, потому что у меня есть такая ценность, которую я для себя сформулировала в жизни, о том, что нужно быть не только потребителем, нужно быть и создателем, и, соответственно, мне кажется, что именно здесь вы создаете маленьких создателей. Ну, да, совершенно верно, я не сказал о ценности, то есть, когда уже начал развиваться клуб, ценность появилась буквально на второй год, когда даже еще не было этим большим клубом, мой дедушка всегда говорил, царство ему неизвенное, что чужих детей не бывает, вот, то есть, ему было 5 лет, когда началась Вторая мировая война, он был ставшим ребенком в семье, то есть, и он отвечал за то, чтобы прокормить младших. И он говорит, да, после войны были семьи 16-18 детей, но это не родные дети, то есть, это потому, что они остались сиротами. И ребенок, и любой ребенок, это чистый лист. То есть, мы стараемся относиться к каждому здесь ребенку, как к своему. И мама всегда говорила, что преподаватель, педагог, это, он в первую очередь, учит не предмету, он учит жизнь. Вот, поэтому мы, конечно, стараемся и здесь это прорабатывать. И, конечно, мы пытаемся создать юных создателей, как ты сказала, да, то есть, научить юных создателей, потому что основной посыл наш к тому, чтобы к окончанию школы и выпуску в большую жизнь дети могли уже что-то сделать своими руками, чтобы они могли монетизировать свой труд. То есть, если это написание какой-либо программы, там, игры, пусть она будет стоить рубрик, два взгляда, но, соответственно, я гранус подарю, но это его, это его заработок, это то, что создал он сам. Тогда ему будет проще поверить свои силы дальше в жизни. Здорово. Вот я вспоминаю там, наше обучение, которое проходило без специализации, где нужно было получать там средние оценки, ты когда, вот мой опыт, да, когда уходишь со школы, в целом ты не понимаешь, то есть, куда пойти, куда податься. И мне кажется, вот накладывая свой опыт на опыт детей, которые обучаются здесь, по крайней мере, они будут понимать, а что им нравится, а что нет. Ну, то есть, даже если они в этом направлении не продвинулись, но, по крайней мере, появится вот эта вот отчетная точка, как бы я попробовала, у меня есть вот такой опыт, мне он нравится, окей, мне он не нравится, тогда попробую что-то другое, и это вообще замечательно. Как ты давно в Аргентине, в Буэнос-Айресе? Хорошо. Ну, больше одного года, что-то такого. Как у тебя испанский получается? Да. Ты в школе учишься? Местный. Ну, все занятия на испанском? Ну, то есть, там два языка, но с четвертого класса три добавляется французский. То есть, испанский, английский и французский? Да, но я как раз посмотрю в четвертый, где там у меня как раз начинает, будет начинаться французский. Получается, ты уже три языка, да, учишь и знаешь, русский, да, получается? Да, но еще в моей школе, которая была в России, еще немножко учили китайский. И тут тоже будет и моя школа, которая в Абентине, тоже будет китайский, но тоже как дополнительная. А какой язык, как ты думаешь, самый сложный? Китайский. Китайский? А испанский тяжело учить? Да, нет. Нет. Расскажи, пожалуйста, многих интересует вопрос, как открыть бизнес здесь, в Абентине, с какими подводными камнями можно встретиться и какие-то советы для тех, кто только начинает. Мы все будем делать официально, первую, в чистую. Стараемся это делать в каждой стране, в Крузии также мы открыли свое ИП, в России у нас ИП, то есть международный знак, он заинфицирован товар, мы работаем во всех странах с бухгалтерами, то есть, потому что посыл в том, что если ты приезжаешь в какую-то страну, если она позволила, передала возможность здесь развиваться, то будь добр, и давай ей что-то обратно, это налог, это оплата налогов, это, соответственно, полное законодательство, которое должно быть. Хорошо, тогда, ну, уже по прошествии какого-то времени, скажи, пожалуйста, вот, открывая здесь в Аргентине бизнес, даже если начинать с русской аудитории, какие советы дашь? Советы дам в общем, наверное, не бояться, не, ну, если ты уверен в свое дело, то, конечно, не бояться, не бояться, не стесняться, идти только вперед, не опускать руки, потому что сложности очень много, и если я начну обручивать сложности, нам не хватит никакого времени интервью, они тоже есть, это я сижу, улыбаюсь, что классно, они есть, они всегда есть, они будут, но не нужно на них обращать внимание, то есть, любой путь звездам, он идет через тернии, поэтому... А как ты, как предприниматель, справляешься, действительно, с этим стрессом? Какой есть секретный ингредиент? Ох, нет секретного ингредиента, все зависит от тебя, то есть, это в первую очередь семья, поддержка семьи, то есть, тылые должны быть прикрыты, я безумно благодарен своей супруге, я восхищен ей, мысли, с 21 года, когда мне было, 20 ей, мы всю жизнь вместе, мы прошли очень многое, как и в бизнесе, так и, соответственно, в личной жизни, она меня поддерживает, это моя моделация, мои дети, то есть, мои родители, моя мама, которая сейчас очень далеко, за тысячи километров, мы постоянно созваниваемся, мои друзья и не другие, спасибо им тоже огромное, кто верил, кто не верил в меня, поэтому, нет такой таблетки и пилюли, которая просто все обойдет, и все будет хорошо, единственное, что скажу, развивайтесь в четырех направлениях, это физическая культура, должно быть, это психологическая культура, социальная, и, конечно, духовная, когда вы будете, несмотря на то, что у вас очень занят ваш день, ваш год, ваша неделя, если вы будете, хотя бы по одной книге это читать, хотя бы по одной тренировке проводить день, пусть она будет 20 минут, общаться с интересными людьми, расширять свой кругозор, то будет все гораздо проще. Здорово. Ты сейчас сказал, мне прям захотелось передать привет мамочке, мы вас очень любим, и, честно, я очень уже скучаю, потому что мы уже здесь, получается, год, как приехали сюда, в Аргентину, и, соответственно, больше чем, да, полтора года, как уехали из России, поэтому, мамочки, вам привет. Мамочки, огромный привет, я знаю, вы будете смотреть обе это интервью, вы будете в слезах, мы вас очень любим. Здравствуйте, меня зовут Всеслав Щербанов, я вам сейчас буду проводить экскурсию по нашему дому. Это у нас гардероб, тут у нас все лежат вещи, там обувь, куртки, сюда мы вешаем всякие сумки наши, ремни, это у нас зал вместе с кухонным столом, кушаем, смотрим фильмы вечером, потом здесь у нас кухня и камень, ну, на кухне, в принципе, ничего нету, тут расход, барная стойка, и пойдемте за мной. У нас тут второй вход, чтобы было удобно, то есть не обходить, а просто сразу так взял, зашел из спальни, приготовил здесь покушать, ну, в принципе, печкой мама не пользуется, из-за того, что она страшная, здесь у нас домофон, который открывает. Здесь у нас спальня родителей и выход на балкон, ну, у них тут ничего интересного нету. Потом у нас здесь две кровати, желтая моя, фиолетовая моего брата, читальный столик, там, где мы заряжаем телефоны, потом там, где мы учимся, и здесь у нас гардеробный шкаф. И последняя комната, это ванная. Сейчас. Ну, в принципе, как и обычно, ванная, раковина, с всякими приборами, туалет и... поп-одмыватель. Если кто-то собирается сюда приезжать, о чем нужно знать? То есть, начнем с преимуществ вообще, почему стоит приехать в эту страну? По-своему ощущению, то есть, находясь в Брусси, я отметил, что прекрасная страна, добрая и прекрасная. Но, во-первых, эта страна с зажатыми, ну, стран с двумя эмпериалистическими наклонностями, скажем так, это наша родина и Турция. Ну, соответственно, есть определенная история у этих трех стран, которая уходит своими корнями, скажем так, в неблагоприятные моменты истории этих стран. Вот взаимоотношения, точнее, в истории этих стран. Ну, и, конечно, все равно это чувствуется в воздухе. То есть, чисто тебе открыто не говорят о том, что он... там, к русским воздухам как-то относятся. Вот. Потому что русские бывают разные. Но поэтому в воздухе все равно чувствуется. в неблёдное напряжение, то есть, ты чувствуешь это кожей. То есть, ну, как-то не по себе, скажем так. То есть, приехав в Аргентину, ты вообще этого не ощущаешь. То есть, можешь здесь находиться расслаблено, чувствовать удовлетворение, удовольствие. То есть, ну, даже некоторым людям когда ты говоришь, что ты из России, ты где-то рядом с Африкой? То есть, да, примерно там. То есть, вообще, не разница, что происходит. Я с Африкой, мне такое не говорили. Мы уже тут попали, нам уже сказали. То есть, очень многие, конечно, знают, где Россия. То есть, хотя бы примерно, географически, то есть, что это Евразия, что у нас холодно. Вот. То есть, не все, конечно, на стране. Ну, допустим, если ты говоришь о нашем родном городе, Ростове-на-Дону, то они вообще не знают. Санкт-Петербург, Москва, окей, но Ростов-на-Дону, что, где, почему. То есть, и, соответственно, это стирает определенные барьеры в том, что происходит у нас на континенте. То есть, ну, без разницы. И ты здесь просто такой же совершенный человек, который там приехал, не знаю, с любой другой страны, и относится они ко всем позитивно. То есть, вот это самый большой плюс. Что нужно учесть для себя, когда ты переезжаешь в Аргентину? Я вам точно могу сказать первое, что ребята-то меньше читать различных новостей о том, как в Аргентине. То есть, ну, очень много сейчас Телеграм-каналов, очень много ТикТоков, Ютубов, то есть, которые вот рассказывают, но это мнение каждого человека. Это мнение его личности, и то, что он переезжает. У вас будет свой кейс. Это я вам точно с ним когда буду сюда приедет, это будет украинство с людьми. И они совершенно разные. Поэтому, если вы настроились, едем, потому что второй раз в жизни это может не случиться. Наташа, ты что бы сказала? Я бы сказала, наверное, то, что, ну, в России, особенно простое, когда женщины очень любят себя и любят показывать все, что у них есть красивого, то есть, играть на камеру. Здесь женщины настолько свободные, они ходят в чем хотят, как хотят, они не заморачиваются на внешности, вообще никак. и то есть, если есть какие-то комплексы по внешности, здесь они стираются, все рамки, и хочется быть свободной от всего, вот, все украшения, косметики, там, а как на меня посмотрят, а что про меня подумают, здесь ты идешь по какой-либо там надобности, и ты можешь выйти в чем хочешь, и на тебя никто не посмотрит, что, ой, она там помятая, или там, ой, у нее там видно где-то, вообще, все равно, ну, я так как ждаю. Я тебя прекрасно понимаю, да, и на самом деле, у меня в самое первое время было настолько это непривычно, потому что у нас, ну как, сразу как бы проверяют тебя, оценивают, вот, оценивают, как ты выглядишь, здесь настолько это свобода, свобода выбора, и она вот именно в таких вот талях, о которых ты говоришь, хорошо. Ребята, а что вы скажете, чем вам понравилось Аргентинова, какие есть здесь плюсы жизни в этой стране? Здесь можно играть в школе в Майнкрафт. Да. Это главное. И расписывать стены, и парк. Не, здесь все равно все равно. Тут мне очень понравилось, что все люди хоть как-то, но относятся к творчеству. Кто-то играет на каком-то инструменте, кто-то рисует. Но здесь это свобода, не такая свобода, как в России, что да, можешь порисовать, а потом бери и иди, оттирай. здесь вся школа разрисована тегами, граффити. На переменах в школе ты можешь пойти, попросить гитару, барабаны, посидеть, поиграть. Учителя тебя с радостью научат рисовать. И рисовать так, как ты захочешь, то есть граффити, кисточками. И если ты скажешь, что это твой стиль, то тебе не будут говорить, что в основном так не рисуют, твой стиль это, конечно, хорошо, но лучше рисовать вот так. Тебе скажут, круто, развивайся в этом. В тебя верят. Даже, ну, незнакомые люди, которых ты можешь видеть в первый раз, они в тебя верят и хотят искренне помочь во всех твоих начинаниях, как во всем, в чем ты развиваешься. Класс. Нам это очень здорово. Шуля здесь действительно круто, то есть, когда мы пошли детей устраивать в школу, мы приехали, и младший у нас уже на третьей день пошел в школу. Мы еще понятнее усмотрели, что происходит в стране, он уже в школу пошел. Вот, а может это... Иди там в школу! Пойди там себе в школу! Это было самое главное, потому что, конечно, нужно было их занятия, чтобы они быстрее были в общение, скажем так. И, то есть, мы приходили, и вот то, что барьер языка, вот этот страх, какое-то неудобство, нет, действительно, через переводчик, они все ждут, то есть, да, без проблем, мы сами через переводчик тебе говорят, подсказывают там, куда что сделать, вплоть до того, чтобы даже письмо, которое нужно было написать в школу, за нас писали, то есть, мы сидели, они написали, мы показали нам, мы через переводчик посмотрели, все круто, через два часа мы пришли, они говорят, все, можете идти в школу, то есть, на следующий день. Мы, как всегда, по-русски, принесли большую шоколадку, нам говорят, нет, ну что, не нужно, но, ну, как это так, отблагодарить человека, и даже потом, там, старшего сына, мы пошли в школу, у нас младшего, то есть, все хотят услышать, директор школы, то есть, у нас один случай был, отвлекусь чуть-чуть, давай, ты не знаешь, получилось так, мы с супругой еще, ну, не знаю, как хорошо было, локации, то есть, мы опаздывали в школу, реально, минут, наверное, на 30 задержались, нас таксистов, и там, мы с таксистом заговорились, то есть, через переводчик заговорились с таксистом, вот, и, то есть, он отпустил всех учителей, а директор школы, вместе с сыном, нас ждал, когда мы его заберем, когда мы забрали, он заходил в школу, и он ушел, я такого не встречал, и мне, это очень приятно, очень, да, это неудобно, по-своему, но у них, как всегда, но проблемы, там, надо привокупаться, да, для своего возраста, я скажу, то, что не надо бояться ходить в школу, в первый день, когда меня родители забрали, передо мной, так, чуть-чуть счастья проехала, и с одной стороны, что там было, меня забрали, подожди, нет, там, то есть, ехал автобус, в виде поезда, и был он разукрашен, под детский стиль, то есть, как бы, меня так, порадовало, то, что он проезжает, мимо школы, и я тут пошел, тут бесплатные завтраки, обеды, в школе, и, вы тут почти не будете учиться, вас возят на экскурсии, меня один раз, пять дней подряд, возили на экскурсии, там, по два часа, по три, мы там были, да, еще хотелось бы добавить, то есть, плюс Аргентины, это огромное количество музеев, в котором остались, и они практически все бесплатные, это очень круто. Семен, скажи, пожалуйста, какие ты можешь подарить, бонусы, либо подарки для зрителей, для нашего видео? Конечно, конечно, это для всех, со всеми, с кем мы сотрудничаем, мы, конечно, открыты, и еще раз повторюсь, наши ценности, это дети ни в чем не виноваты, и чужих детей не бывает, то есть, всем деткам, кто просмотрит это видео, кто подпишется, лайкнет, шучу, то есть, всем детям вообще, кто обратится, мы дарим два бесплатных занятия в нашем клубе, не одно, а именно два, для того, чтобы дети попробовали, посмотрели разные направления, заинтересуют или нет, потому что, первое, всегда, где-то стесняются дети, где-то они, наоборот, пришли декоративные, не были подготовлены к тому, что здесь такие дают знания, поэтому два бесплатных занятия, приходите к нам. Спасибо большое, оставлю все ссылки в описании к видео, обязательно записывайтесь, приходите в гости в центр к Семену. Спасибо огромное. Так, ребят, сейчас мы будем разговаривать без взрослых, поэтому сейчас мы будем с вами говорить всю правду о жизни здесь, в Аргентине. А что больше всего нравится в аргентинской школе? Какие интересные случаи в школе были у вас? Мне нравится бесплатная еда, то, что здесь в аргентинской школе, в русской тебе нужно, то есть дети обучаются, и еще нужно покупать, то есть, чтобы их кормили, а здесь их бесплатно кормят. И еще прикольно, то, что мы в музей ездим почти бесплатно каждый раз, ну, там только, может, тысячу на бензин. Интересные случаи, это было то, что вот в бассейне у меня украли телефон, но потом через неделю вернули. И еще было прикольно то, что в один день я прихожу, там уже за несколько дней до каникул, и учителя просто там сидят, пьют мату, и нам говорят, берите ноутбук и делайте, что хотите, там вообще мы взяли, сели, поиграли и ушли. И, то есть, 8 часов мы просто играли. Я учусь в старшей школе. В России я уже закончил 9 классов, сдал тесты, то есть. И сейчас вот, как с опытом могу судить, как что, меня отправили в первый класс старшей школы. Это, получается, класс 7-8, но примерно на год, на два отстают темы. То есть, если мы бисектрисы проходили там в классе в шестом, то здесь его проходят как раз таки вот в седьмом-восьмом, то есть на год, на два. А из веселых, как смешных, интересных случаев, ну, собственно, то, что шугаются частенько в школе русских привычек, там, в жестикуляции, резкого повышения, понижения голоса, там, перехода от одной эмоции, там, к резкой задумчивости. Этого, вот, пугаются с этим. Очень много веселых историй было связано, там, был момент, когда мы тапочком играли в футбол, в кабинете. И в какой-то момент меня задели, там, по-моему, по туловищу попали. И я вот как-то в моменте там не понял, что произошло. И мне же сразу там подбежали все, там, пардон, сори, там, экскьюзь муа. В общем, я же, ну, все нормально, типа, it's okay, там, бьен, они прям вот с натуральным испугом. В принципе, ближайший год мне еще, даже не ближайший год, в ближайшие несколько месяцев нужно открыть еще два филиала, то есть, наши деятельности, это клубы робототехники, программирования, два уже открыты. Сейчас, вот, в ближайшее время, там, 15 февраля запускается уже реклама, с первого марта уже приступят к ведению занятий на английском, на испанском языке, то есть, для аудитории испано-англоязычной. Соответственно, конечно, это закрепится именно для аргентинских деток начать вести занятия, то есть, уже преподаватели обучаются. Ближайший год, это, соответственно, открыться не только здесь, но и в Бразилии. Вот, буквально, скорее всего, в июне мы уже поедем туда, потому что я прекрасно понимаю уже, по образцу Аргентины, что, в принципе, трех-четырех месяцев мне достаточно для того, чтобы открыть филиал, развить его, создать для него сайт, то есть, найти руководителя филиала и отправиться, скажем так, дальше. Да, у меня в планах есть здесь открыть группу йоги и также проводить девочкам аксесс-бары. Если интересно, оставляю контакты своей анни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok